Всем привет, ребятки! Небольшая у меня закупочка продуктов. Короче, показываю, что купила в АТБ. Значит, по чеку. Взяла пекинскую капусту, такую вот большую. Хочу, знаете, что попробовать сделать? Ну, не сегодня, а завтра, скорее всего. Попробовать сделать голубцы. Я видела в интернете много видеороликов, как делают с неё голубцы. Очень удобно и прикольно. Я никогда не пробовала с неё голубцы делать. Поэтому взяла такую самую большую, чтобы мне хватило, и листики, чтобы были побольше. Я ещё не знаю точно, как её готовить. Буду в интернете посмотреть. Не знаю, нужно ли, как в обычной капусте, пропаривать листья и так далее. Короче, килограмм 12,95. Вот это вот огромное мне вышло на 23,98. Короче, 24 гривны. Ну, чтобы вы понимали, вот моя рука, она такая, ну, огроменная, тяжёлая. Почти 2 килограмма. Правильно? Да, 1,850. Так, дальше. Яблочки Голден Леночки взяла по 8,39 на 7 гривен. Потом водичка Моршинская, минералочка дома закончилась. А у меня всегда в холодильнике стоит она, потому что я на ночь её хлебаю. Так, 11,20. Сергею взяла чашку, потому что у него дома чашка страшная, дед. Даже не буду показывать, блин. Ну, вот, которую вы постоянно на столе видите, да, с рисунком. Она уже уделанная, уже и порошком не очищается, и много-много лет. Поэтому взяла ВТБ по акции, конечно же. Она как бы, ну, не совсем как бы в тему, ну, не совсем на праздник, да, влюблённых. Здесь снежинка, ну, уценка, понятно, со снежинками продают. Но она мне понравилась, потому что вот именно для мужской руки такая вот ручка. Потому что я зашла в магазин сначала, ну, вот посудный, где посуду продаёт. 70-80 гривен чашки, и ничего мне такое прям не понравилось. А мне она такая вот, видите, как бы квадратная и удобная большая ручка. Ну, и, господи, главное, что удобная. Так, значит, чашка 24-90, ребятки. И ещё зашла в магазин, взяла ему станок, ну, да, кассета. У него бритвенный станок МАК-3 Турбо. Я взяла такую кассету. Стоит она, блин, сколько уж я дала? Почти 70 гривен, по-моему. То есть они такие дорогие, 70 гривен. Вот чашка и это самое. Ну, он же мне вчера цветочек подарил, а я ему вот это вот там. Так, дальше. Сыр твёрдый, 28-90 гривен по акции своей линии, российский. Так, так, так. Бумага туалетная, вот она, 18-80 гривен. Икра Санта Брэмор, икра Мойвы, 32-80 гривен, она по акции небольшой. Это с копчёной, с копчёным лососем. Вот такая вот штучка. Так, цену я сказала? Сказала, 32-80. Потом сметана, 20 гривен 80 копеек своей линии, 15-ти процентная. Тут 350 грамм. Потом сумми штрафца, вот эта вот штука. Взяла попробовать. Цвет-аромат, вы знаете, что я пользуюсь куриной такой. Потом покупала карри, она мне не понравилась, до сих пор стоит, потому что там корица. А я корицу не люблю, надо в мусорку выкинуть. Так, и взяла попробовать итальянские травы. Я почитала, но вроде как, главное, чтобы корицы, короче, не было. Не, ну тут в травмах корицы, конечно, не будет. Сейчас я вам попробую. Попробую приблизить, вместе что посмотреть. Вот. Зелень орегано, миоран, базилик, чабрец, короче, чеснок, гранулированные цибули, рипчисто, сушена. Всё. Попробуем, да? Ну, вернее, мы попробуем. И вам расскажем. Так, стоит она 4 гривны 70 копеек. Потом снеки, да, гадость, но Леночки. Иногда покупаю, очень редко, 10 гривен 60 копеечек. Лаваш. Оставалось всего 2 упаковки, не могла пройти мимо. Это самый классный лаваш, ребятки. Ну, по крайней мере, из тех, что я пробовала. Вот именно вот этот вот. Как его узнать? Упаковка. Там есть такой вот такой длинный. Потом есть какой-то армянский, такая коричневая упаковка. А этот, вот смотрите, этот квадрат. То есть, здесь хороших 3 листа. Хороших 3 листа. Не сильно тонких. То есть, в меру толстых, в меру тонких. Они не слипаются между собой. Потому что я однажды купила тут армянский, который коричневый. Там всего лишь 2 листа. И я их, честно, от друг дружки не смогла вообще отодрать. Они просто, они были склеены, спрессованы и порвались, когда их разъединяло. Здесь все четко. Очень гибкий, эластичный. С удовольствием с ним работать. В удовольствии что-то заворачивать. То есть, не ломается. Поэтому я вот, ну, не боюсь даже всем советовать его, да. Лаваш армянский тонкий. Короче, вот такая прозрачная упаковка. С двух сторон она прозрачная. Идет вот такой вот квадратный. 2, 3 прямоугольных листа. Больших тык. Так, стоит он 13,30. Дальше. Себе взяла мак-кофе где-то. Вот. Один совсем мак-кофе. 2,80. Продукт сырный. Никогда не покупаю вообще вот такие вот сырочки. Ну, на одном канале что-то посмотрела. Покупают. На хлеб мажут. Я взяла не на хлеб. Я буду что-нибудь делать в лаваше. Я думаю, лаваш смазать вот этим вот сыром. Ну, он такой, его удобно мазать, короче. Такой вот янтарь. Не знаю, хороший, нехороший. 17,50. Он по акции сегодня был. Ну, попробуем. Так, вафельный корж. Это вот это вот. Хочу, давно уже не делала наши любимые бризольки. С фаршем. Есть на канале рецепт. Это кому интересно, можете посмотреть. Очень удобно, очень вкусно получается. 14,50 они стоят эти коржечки. И захватила валик для чистки. Я уже брала ВТБ когда-то такой. У меня он сломался. Я его уронила. И там что-то вот этот механизм. Вот она, съемные эти штучки. И вот здесь вот у меня просто сломалось. Вытащилась эта штучка. Поэтому взяла еще один. Ну, более-менее. Я не скажу, что прям бомба он чистит. Но нормально. По сравнению с той щеткой, которая у меня есть, такая красная, знаете. Она как бархатная и переворачивается. Если так перевернуть, она в эту сторону работает. Если наоборот, перевернуть, она в другую сторону работает. То вообще она ничего не чистит. Эти ласкиные, сонькиные волосы. А эта хоть более-менее справляется. 11,70. Общая сумма, ребятки, в магазине 244,20. Потом, чего еще не назвала-то. А, грибы. На дорожке. У дядечки купила грибы. По 40 гривен. Там были по 35, были по 40. По 35 просто крупные, эти помельче. 40 гривен килограмм. Я взяла ровно килограмм. Грибочки я хочу их замариновать. Вон ласатушка пришла. Так, и... Так, хлеб назвала, ребятки. А, вот эта вот штучка. Ну, так как сегодня праздник, да. Еще раз поздравляю всех. Я уже утром поздравляла. Еще раз поздравляю всех с праздником влюбленных. Всем любви, счастья, любите. И оберегайте друг друга. А я думала какой-то тортик, короче, купить. Зашла в АТБ, а там нифигашка и нет. Тортики поразбирали, там вообще выбора нет. Поэтому я взяла ласонька. Девочка ты моя хорошая. Ну, так нехорошо собакам делать. Ой, кошкам. А у нас кошки тоже собаки. Так, поэтому взяла, зашла в магазин, взяла три пироженки. И все. Так как я не знаю, что это за пирожные. Боже, как же называется. Так, 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 что-то у меня счастье. Не, не, не. Блин, забыла. Короче, там идет внутри, сейчас попробую вам показать, безе, сгущенка, типа вареная. И вот чуть-чуть вот тесточка. Сверху шоколад. Ну, выглядит очень симпатично, но орешков, правда, нет. Выглядит очень симпатично. Короче, одно пироженка выходит на 9 с чем-то. Плюс там коробочка. Короче, 31, по-моему, гривна у меня вышла. Три пироженка. Ну, и достаточно, а что с чаем попить? Зачем нажираться-то? Так что, вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте, ребятки, ставить лайки. Буду вам очень благодарна. И кто новенький, случайно к нам забежал, оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Все, всем пока-пока. Такой у нас постскриптум. Ребятки, открываю эту приправу. Как раз вместе с вами, чтобы я не одна была. Вместе с вами посмотрим, что за приправа. Главное, чтобы она была не соленая. Чтобы не было в ней добавления вот этой вот мивины, вот этой вот желтенькой. У меня нет ножниц, поэтому я мучаюсь. Кстати, эти ножи, я уже говорила, смотрите. Та-дам! Это разборной нож уже получается. Все, тут уже, вон, клей отлетает. Все, видишь? Не, можно на клей посадить и еще попользоваться им. Ну, вообще они режут просто, не знаю, что там. Сейчас не хочет резать, выделывается. Короче, вон, так хотела красиво отрезать, а получилось как всегда. Посмотрим эту приправку. Я как раз буду сейчас снимать рецепт и использую. Сейчас я понюхаю. Пахнет чабрецом. Укропом вообще не пахнет. В нос прям, представляешь? Можно так. Вот. Пахнет какой-то, ну, пряной травкой. Я думала, больше будет укропчиком. Не, ну тут и есть суммеш пряности, ароматная зелень. Базилик, майоран, орегано, чабрец. А, конечно, о чем я и говорю, тут укропа и нет. Понятно. Лук репчатый. Чеснок, чеснок. Чувствуется. На, нюхай. Давай. Да, да нормально, пахнет. Нормально, да? Да. Да, я же как раз буду рецепт снимать, новый на канале будет. Пока не скажу, это, короче, курочка с грибами очень вкусная. Пироженки мы попробовали с этой закупки продуктов. Там уже нет. Прикольные, да. Мне понравились. И это самое, и недорого, и не покупать целый торт, а вот так вот бюджетно, когда у тебя денег немного, зашел по пироженку, взял 9 с чем-то за штучку. Понравилось. А я в магазине спросила, говорю, а он идет с орехами, потому что похож, знаешь, там прослойка безе плюс сгущеночка, вроде как бросится сюда орешки. Я говорю, а он с орехами? Нет, нет, без орехов. А оказалось, что? Он с орехами. Да. Она не знала. Она не знала, что ты говоришь, а торт-то с орехами? Она раз такая цену поменяет, она подороже. Так, ну что, вот такие покупки и попробовали мы приправку. Сейчас будем в рецепте ее пробовать. Мы любим приправки, да? Да. Да.